Приветствую, дорогие зрители, на канале Видео Людмила Цыганкова. Сегодня обращаюсь к вам с таким вопросом. Как вы думаете, чем отличается везучий человек от невезучего, удачливый от неудачливого? Давайте подискутируем, пишите мне в комментариях. Может быть, поможем друг другу, создадим такую интересную концепцию в этом вопросе. Так что жду и надеюсь на вашу реакцию. А сейчас хочу показать картину, которую я нарисовала. Назвала «Два клоуна, две жизни». Картина нарисована олейными красками, масляными красками на полотне 50 на 60. Обратите внимание, даже фон сзади разный, то есть разные аспекты жизни. Итак, один из этих клоунов ржеволосый, такой зрелаксоманный, расслабленный, усмехающий. Оп! Видать, руки в карман и слушает и принимает, что есть в жизни вокруг него и принимает это с покорой, а второй озабоченный, в проблемах читает что-то. И, конечно же, тот рыжеволосый, как на мой взгляд, он более везучий, более удачливый в этой жизни. И поэтому, чтобы представить свою точку зрения на везучесть, хочу сказать, чтобы быть везучим, удачливым, нужно прежде всего быть расслабленным. Нужно прежде всего верить, что в этой жизни есть много разных прекрасных неожиданностей, возможностей. То есть быть как ребенком, принимать жизнь как игру. Я понимаю, это очень трудно, когда столько разных проблем, различных задач стоит перед человеком. И как это в свою жизнь ввести вот такую расслабленность, вот такую ошаловливость. Ну надо, мне кажется, надо потихоньку вводить. И тогда, хотя же бы иногда, вы почувствуете, что и правда, жизнь дает такие подарки, как удача, везение. Жду, жду ваши комментарии и будем дискутировать. Всего хорошего. Удачи вам в этой жизни.